всем привет с вами кацунеку революшн это у нас кей-кей-кей варгейм еще девятьсот пятьдесят шестой мы ее раньше называли просто ккк сити си корп 1989 год один игрок и два игрока смотрите прикол гуевара и кастро типа че гевара и фидель кастро двоих играете прикол ночь прикольно тоже довольно такая игрушка особенно на двоих если я не ошибаюсь она была спортирована с аркадных автоматов потому что здесь вздыхаешь на каждом шагу видите рест с левого глупо 1600 гуевара 4 написано то есть четыре продолжения здесь может садиться в танки прикольные боссы тут такие эпические в общем игра охеренная на то время считалось вот этих чувачков спасать нужно заложники типа и у меня была игра с бесконечным продолжением я помню но какая-то вроде бы как одна игровка у нас по друзьям ходила ведь скинулись мои эти повышалки типа как он контры только покруче игрушка и короче какой-то босс вот в танчик сели он со временем взрывается зона с камнями в какая-то горная такая каменистая зона уровень был там вроде как два чувака сидели в танке и после их убийства должен был начаться другой уровень но был соответственно косяк и дальше пройти нельзя было то есть начинался следующий уровень он слышите пищит нужно из танка выбраться быстро поэтому какая у меня версия я не знаю прикольно можно его копы тут залазить мину вот и сразу показывается когда до них доходит штука игра классно переходим к следующий magic blog ну тоже весьма такая себе игрушка залипательная простая составлять нужные блоки таким способом я тоже далеко в нее доходил интересненькая дальше adventures adventure island тоже на японском копирайты потертый по всей видимости японский сборник вот эта часть мне не особо нравилась была часть не помню какая покруче там можно было на всяческих дракончиках не дракончиках а даже динозаврах ездить то ли что-то собрать нужно было то ли чего можно было перед уровнем выбрать какого динозавра каждого динозавра были свои приколюшки кто-то там огоньком стрелялся еще какие-то были уж точно не помню то версии было круче здесь прикол в том что нужно собирать фрукты иначе у нас сверху полоска жизнями нашим нашими скорее всего это у него голод потихоньку отнимается когда полностью исчезнет то мы сдохнем сложноватая игрушка игра сложная джирус или гирус ультра горем регистраторы the mark ультра software corporation здесь смотрите она на английском языке копирайты сохранены ух ты даже какой то есть мультик как мы раньше называли давай посмотрим мультик не пропускает круто же круто да и тут три варпа то нептун и ты не знаешь что как контру акун труби нептун плутон урану сатурн игра по моему тоже классная с всякими прокачками музыка тоже такая да слышали какая музыка но тут единственное надо тыкать по кнопочке turbo тут не помешало бы прям вообще знаю как джосик еще до сих пор работает как вы знаете сейчас и пушки хардкорные игроки как они держу направо вот отсюда долетая до нажимаю вверх на суду вниз таким способом круговыми движениями можно собакин ты сын вроде немножко непривычно и вот тут что крестовина таком исполнении они полукруглые как наверно моем джойстике было первой приставки у нас с братом не было нам отец брал на ремонт и мы как бы рубились недельку и понеделя он чинил чинила конечно быстро за буквально там час-полчаса может уходил у меня иногда день связи что он став с работы приходила либо лень ему было не знаю старался быстренько за день сделать максимум и мы потом остальные 656 не рубились бывало и больше потом один раз отдали дэнди киев как бы стал наш типа починить не смог потом при как сказать проявил усердство сделал его не знаю что с ним было то ли джойстики там не работали то ли блок питания в общем у нас был джейм какой-то дэнди с приз такой черный квадратный лев нарисована там был помню черная дэнди белым нарисован белым цветом нарисован голова льва черт надписи китайским были там резинки у джосика были помню плохие то есть там не нажимались ли чули не работали там клеил фольгу на эти контакты в общем понятно все с игрушка игрушка классная офигенная тут можно комету запустить и пройти ну и последняя игрушка шестьсот тридцать четыре сворда то есть меч вот это говнецо два игрока против игры здесь прикол в том смысл игры в том что смотрите как он мечом умеет бить вот это внизу собачка бежит и мы с ней соревнуемся сверху показана полоска где написано с и в конце джи по-моему или си как стрелять ножами или ножи там и не знаю как стрелять ножами а это мы собираем вверх-вниз вот видите ножи разные наверху обозначен короче нужно быстрее собаки добраться до конца уровня если мы собака доберется 1 если собака доберется 1 то мы проиграем такое себе говнецо ладно с этим мы закончим теперь мы добрались до платок первая плата выглядит вот так капелька микруха какая-то и написано дармон игра называется дармон по ней был мультик детстве я смотрел очень прикольный смотрите игра на японском копирайты сохранены 1986 год от софт это по всей видимости его на девушка играем чувачком в синим комбинезончике такой вот непонятненький человечек как вы можете наблюдать у него на пузике есть кармашек в мультике он оттуда доставал различного рода предметы интересные что он как это волшебная жвачка была потом волшебные кепочки с пропеллерами надев кепку появлялась возможность летать он дружил с парнишкой и вот они попадали всякие разные в различного рода ситуации весьма прикольные раньше интересно было смотреть да классный мультик точнее не мультик это аниме и поэтому они могут кстати справа чувачок парнишка этот сейчас мы ничего не умеем делать не прыгать и не стрелять заходим в колодец берем что-то бутерброд какой-то 2000 нам очков дают пестик теперь умеем стрелять тут множество секретов тоже есть как и во всех платформерах я думаю сейчас даже в современные игрушки то подобного рода играем 8 в основном дюшатина такого плана и постоянно его видали секретик пристреляет пулька пустоте где-то останавливается вот запускаю всякие разные индюшатинки я пытаюсь куда-нибудь идти туда куда не надо точнее ну как бы очевидно что туда не нужно идти я специально целенаправленно туда иду думаю как где штамп секрет по привычке еще но там оказывается нихрена нету это таймер взяли все за все враги застывают то есть раньше делали говно ну говно разнообразили так что в него было интересно тут поинтересно играть может такой примитивная графика но эта игра сложновато да то что я же дошел до дверки как-то я нашел о заходим смотрите вот она дверь такая вот себе игрушка затейливая следующее у нас плата вот такая платка с надписью же не хреново знает еще на ней сейчас мы проверим что же здесь у нас раз два три девять тысяч девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять в одном охренеть ну что здесь у нас супер марио джи в элли какой-то экзекьют байк танки 96 дак хант циркус чапси какой-то хоган аллея супер марио ну 7 игр потом они повторяются наверно да да иногда пролистывая находишь что-то новое супер марио это обычно 2 обычный марио ну да такой картридж тоже надо иметь грибочек не допрыгнул джи вели а но это понятно что у меня есть такая игра вот этот байк прикольно но у него видите меню нету там можно было выбрать на играть с противниками еще другие мотоциклисты очень интересно на кнопку а так ехать темп температура двигателя на кнопку b мы можем перегреться я еще там присутствовал редактор уровне тоже весьма прикольная штука в общем обрезанная игрушка но главное что есть мы так раньше считали в полете можно управлять мотоциклом где бы вот так приземлиться и упасть кнопочку нажимаешь быстрее добегаешь танки ну это обычные танки можно даже уровне переключать на кнопку b на кнопку а в другую сторону 0 0 0 3 я не знаю что это такое но не тут различались танки единственное тем что какие-то бонусы дополнительные были какие-то танки навороченные такой себе все знают дак хант это опять же по стрелушке по уткам здесь у нас цирк тоже ведь обрезаны сразу уровень такой хоган или это по этим стрелять тоже для светового пистолета лучевого здесь злые дни посредине был супер марио о но и все там дальше повторяется все тут уже мир 1 уровень 2 откладываем эту 9099 другой коробочки очередная платка у нас остались одни платки так что так выглядит сзади сейчас мы ее ключами я даже уже не думаю что она будет не будет работать я более чем уверен что она запустится это же фамика истинный японец запускает все здесь у нас 40 в одном пуш селл пор старт баттон свет и старт тут у нас пакман лунар балл это глиярд этот цирк это макрос кстати прикольная игрушка про трансформера и потом робот самолетик и человечек трансформируется маджонки и f1 рейс марки 90 танк и погнала все по кругу то бишь у нас здесь присутствует всего лишь 8 игр и далее они повторяются по такой же чередность как начинались в разноброс 40 штук танк цирк бильярд всего лишь два экрана здесь 20 здесь 20 ну что же начнем мы с пайк мана копирайтов нету что-то темновато как-то изображение или она такое должно быть сами видите игрушка весьма знаменитая все знают потом нужно собрать все точки кушаешь мигающую точку можно кушать призраков точнее они становятся призраками вражина этим кушать всякие штучки и следующая у нас игра это лунар балл здесь копирайты присутствует чай чуть потише сделал старик 85 год через два года после выхода консоли эта игра вышла кстати игрушка прикольная тут как-то можно было а вот верх-низ выбираешь раунды фрикшен я не знаю что такое лево вправо ну-ка щамы фрикшена то как нафигачи давайте с 1 с 1 раунда старт игрок против компьютера ну классная игра я раньше залипал в нее вверх-вниз назад вверх вниз вот так двигать прицелом лево вправо справа вижу видим power и так 6 7 8 шаров это сила удара слабенько ну-ка бомба о нем такая игрушка прикольная залипатель на цирк что здесь у меня такой цирк уже езди макрос да японская игрушка без копирайтов ну-ка в гонг как джанкни хай скор сразу появился 100000 ради валькирия три жизни вот в таком формате он у нас средняя ехает передвигается нажимаем на букву б стрелять на букву а у нас трансформация идет все просто буква зажимать ничего не происходит нужно нажать допустим а и вверх это у нас самолет а назад это у нас вот такой человечек еще как-то можно было а вот вот так вот медленно вверх нажимаем вправо вот он ускоряется так гачит потом уровне там будут где можно ходить интересно маджон какая игру я 83 годах время для чая какое сейчас время время для чая в общем это полный бизнес я тут вообще понятия не имею как ты пытался что-то фишки одинаковые там выкладывать типа как-то вот так вот иногда даже побеждал оба на что за помеха в сети ну-ка что радио зашипела все перестала какая-то сетевая помеха была даже это меня на кухне радио стоит слышу что шипела f1 ну это тоже такие гоночки на любителя что за пиздец блять кто-то что-то включает а может холодильник у меня отключается там три кола два холодильника и морозильной камеры вот здесь кстати тут можно также переключать скорость нажимая вниз видите сверху high стоит так лоу на бы не не тормозит просто кнопку а отжимаете и скорость сбрасывается так взрывать идем дальше марпея прикольная игра копирает из сохраненный нам к лт и ауральт висерт прикольная игрунка про мышонка полицейского вроде как смотрите код спрятался берете эту вещь и все нужно собирать мигающие с котом будут бонусом мигающие это одинаковое можно открывать двери этих поросят нафиг валить так здесь идет волна собирает кучу всех поросят резиночки на которых я прыгаю они цвет меняет обратите внимание но я тут вместе с поросенком он меня избил давайте посмотрим вот так она рвется в общем это у нас мышонок ли слоненок полицейский был даже про него мультик я не видел но вот эти волны сейчас попробую кого-нибудь бахнуть я так понял мы тут собираем украденные вещи так как на полицейские нужно собрать все еще все собираем переходим следующий уровень уровня разные интересные потом пружинки будут вот над этими окошками можно будет бегать по верху тоже такая залипательная игрунка ненадолго конечно но все же и последняя игра танк 90 у меня помню такая же на предыдущем картридже было все переходим к следующей платке это мы ложим к юбочку следующие платы к так она выглядит видите здесь на контактах какая жесть творится короче был моей приставки слот поврежден то есть раздроченный можно так сказать куда вставляется картриджи и я на паяльником напаивал у олова делу потолше уже при когда я вытаскивал картридж вот эти вот железные контакты из слота прям вылазили вместе с картриджи и потом когда кадры вставляешь он как бы не контачит поэтому я напаивал улова чтобы был лучше контакт потом то ли я слот поменял то ли у меня приставка уже другая появилась и короче это олова разъебывала новый слот моей приставки потому я взял наждачку и хуякнул снять это олова захотел как видите вон тут царапины наждачки тут контакты какие-то перебились эти как полосы такие у меня была идея сделать взять тоненький провод и аккуратненько пропаять прозвонить который не звонится но это долго и мучительно и заморачиваться тем более с пиратским картриджем не хочу включаем сейчас я вам я помню что раньше было с ним сейчас я вам покажу он у меня когда был в корпусе вот вот так включается famicom то есть если картридж отсутствует то он дает вот такое изображение иногда но разного цвета как некоторые говорили в общем если воткнуть не до конца плату то мы увидим вот это но если ее немножко под нагнуть поможем видеть вот такое игруха вообще классная но к сожалению или к счастью нет конечно же к сожалению она не запустит ну как не запустится она запустится просто вот это вот мешанина не даст нам нормально поиграть сейчас хотя бы какое-то подобие сделаю все зависом ладно не будем мучить красить famicom переступим к следующей платки а следующая плата у нас написано король лев так она выглядит тыкаем включаем супергаем ну вот это я понимаю что пиратка но выходила ли данная игра на эту консоль я не знаю но судя музыка крутая по идее должна была выйти то есть я надеюсь что это не пиратский какой-то клон хотя она выходила на сегу точно я знаю официальная на пока было мы на информатике в ней играли еще из-под доса ну тут ни копирайтов ничего нету супер играющего начале за пределаем прайдланс короче львенок нас наш умеет рычать видите как она боится прыгаем сверху когтями собираем жучков дикобраз колючий сверху на него прыгать нельзя как-то он еще катался по моему прикол в том что дальше львенок наш растет мы играем большим львом симба звать его когда мы мигаем мы не можем рычать собирая жучков в правом верхнем углу у нас находится жизни видите полоска ну слушайте музыка вообще отличная этой жизни взял в когда вот для дэнди это реально круто но игра сложновато взрывается я вот не помню проходил я ее точно а да да проходил потому что помню как в школе мы по пути домой я еще рассказывал про последнего босса это получается дядя симбы это чекпоинт у нас даже тут даже прикиньте чекпоинт есть ради симбы это получается брат нашего отца по мультфильму все наверно смотрели завалил подставил вот тонул последний босс я рассказывал помню как его там валил долго но недолго как нам доходила него девал это точно я помню что могу с полной уверенности сказать что и я проходил данную игруку так что ты будешь делать вниз мы не пойдем конечно как ты когда ты мелкие и глупый а тут гиена да прыг на нее не действует здесь надо на нее тупо прыгать здесь конечно музыка жесть я не понял какие-то моменты прыгать на нее что ли ничего вот этого я уже не помню а когда она дышит у так уставши света два раза буквально бак туз кока жуков набрали а вот да надо что-то вот сразу вспоминается сеговская версия этой игры второй уровень по моему там надо было бежать от этих каких-то животных которые за тобой бегут ну давайте манчет тому кто уже кончилось солнышко взял жизни давай еще еще случайно не завис там что-то кидает сколько уже или надо чтобы упала несколько а ну да корейся бак collection коллег ну давай сколько я набрал 26 can quite to be king а вот этот веселый кстати уровень прикольно бы дышь настраусе полонда сложновато тут настраусе гонять тут некоторых жираф голову подымают потому нужно по шурику вот здесь головоломка куда вы обезьяны хвост повернут туда она и львенка кидает в общем с этой игрой я думаю все переходим к следующей убираем каёбочка последняя завершающая вот такая вот платка написано на ней 4 в одном посмотрим что за многоигровочка втыкаем включаем стритфайтер 5 3 айс бой карной артур робин интересно ком 93 год он ли софт int супер стритфайтер 5 turbo 20 еще чего-то 20 еще чего-то непонятно ну давайте сколько бойцов так 4 5 10 15 20 бойцов обалдет чё обязательно 2 убрать нет я не понял вообще-то бабу выбрала это индус а ну справишься короче мне кажется это по-любому порт какой-то китайский тушу на как тут на будет одолбить надо было этого выбрать брюкина риу но все нам зен гриф по огурцов в жопу нас увал ладно 3 а из бои копирает есть людей тут у нас по а тут что-то копирает в нету по японски написано интересно кстати игрушка прикольная мы ее назвали раньше трех глазик у него там третий глаз он стреляет с него вот такие вот монетки можно набивать и она будет давать 200 а так дает плотинник тут труба кнопочка вообще в классном было бы зажимаешь turbo прыжок а ну так скачет и быстро стреляет а так 50 если не набиваем вот эти вот враги кстати такие вот чувачки у нас продавались раньше игрушки такие прикиньте я не знаю тролли какие-то кто поймешь но факт остается фактом еще он умеет пускать у гарпун на который можно запрыгивать это мне тоже кори фаны подсказали в школе потому что есть один момент на этом уровне где без этого группу на у пока его ну именно так не остановишь они можно запрыгнуть и прыгать высоко то есть перепрыгнуть там одно место вы не сможете по-любому эту фишку надо знать я не помню при каких обстоятельствах но мне это кто-то рассказал просто горит тупо зажимаешь удар не удара ту кнопку на которую стреляет появляется гарпун отпускаешь кнопку он летит и просто него запрыгиваешь а вот этих пауков выпадает сейчас увидите что варить какая монетища 200 дает если те набивать который 50 дает а если эту набить что будет 1 2 3 4 4 иду говорит я нахуй жена блять дочка блять и я ёбаный в руках 2 короче если набить там получается еще трещина такая на ней и дают тысячу вот я просто немножко поигра пока у меня аккумулятор на моем оборудовании для съемки заряжался вот тут мы видим аптечку можно купить проданы это я не знаю что такое жизни что с трезубцем я понятия не имею тут мы покупаем типа наши патроны вот это х это три такие полоски вылетает а sonic это три полоски хай это такие как бумеранги а вейф это такие вытянутые как тарелочки или овалы и немножко в разные стороны фигачат как тут указано вейф волной ну давайте вот sonic выберем 1000 же у нас есть покупаем и выходим теперь мы видим внизу у нас появилась а нет я обманул это вот вот эта вот штука ладно смысл там nice старт нажимаем можно выбирать вот этот скобках у нас как же его назвать птица это если мы упадем в яму она нас вытаскивает вот здесь призываем трезубец давай а вот тут у нас секретик тут у нас золотоносная курочка убиваем монетки ну ладно так возьмем ну и внизу слева жизни сколько он раз два три 4 5 шесть ударов у нас и две жизни сейчас покажу дойдем до того момента где нужно использовать резубец и без него никак так пока в него не стреляем это у нас тоже будет стрелять турбо кнопочку бы сейчас и вот он момент истины тупо тут никак не перепрыгнешь берем трезубец точнее ну я так называл раньше трезубец а хреново знает что это пускает гарпун какой-то чем такая игрушка прикольная офигенная вообще кэрри а кармой кармой какая-то японщина появился дракон городу поезда у вас есть супер оружие помощью которого вы навтыкаете этому дракону больших и толстых лулей я посвящаю тебя в лысого мнаха ты будешь убивать этот дракон палкой в жопа да так глубоко чтоб из него последний чешуйки упал и тогда ты соберешь чешуйки и принесешь мина и понял корной или корнов нам нам код пуш старт дата из корпорейшен нам к смотрите внизу написано нам к сверху добавили нам код чтобы вероятеть может обоела короче таким играем толстым лысым дядькой в красных штанах которые стреляются огоньками берем красный огонек у нас теперь два прикол окей это я хер его знаю что такое время прибавляется смотрите у нас теперь есть лестница нажимаем на селек берем ботинок нажимаем а вот лестница у нас сложилась я нажимаю на вправо у нас выбирается ботинок эти мигают несколько раз налево нажимаю и выбирается предмет таким способом нажимаем на селе у нас он высоко летать стал при падении нельзя управлять влево вправо что пищит такое а наш прыжок чудесный кончился взял какую-то синюю штуку а по ним что нельзя прыгать очень такое говнецо себе и артур робин т.м.с. ю.й. т.в. н.т.в. надпись внизу очередная японщина 93-й год кукот л т.д. о так это же плюс олег your characters это короче игрушка сделанная по аниме называется люпин если я не ошибаюсь самый крутой чувак это по моему вот этот этот самурай нельзя использовать предметы им тут тоже прикол вот с прыжком если нажать вверх он будет выше прыгать тоже странная игра она какая-то траница примеру мы взяли ну-ка утраница у нас все стреляют он как-то какие-то летающий кошка нас даже убивают и летающий черт поймешь кто бородатый дядечка шляпе крутой куда выглядит круто смотрите он запускает по несколько пульта моему шарик это у нас догадываетесь да съемок когда мы падаем ямку у нас на шарики нет я не угадал шарик что-то другое ну вот этот каркалыга самурай нужно было именно разогнаться по крыше но и вот всех у меня убили и на этом все всем спасибо за просмотр с вами был к этому еще услышимся